Пятник духовный. Часть вторая. Кассета вторая. Скупость. Скупых людей по всей справедливости можно именовать врагами общественными и грабителями ближних. Когда скупой сам себе враг, то может ли быть для кого-либо добрым и полезным? Пирахов 14.5. В колодцах через вычерпывание вода делается лучшую, а если колодцы запущены, то вода в них загнивает. И застой богатства бесполезен, а движение его и перехождение из рук в руки общеполезно и плодоносно. Василий Великий. Кто обнажает одетого, того назовут грабителем. А кто не одевает наголо, хотя может это сделать, тот достоин ли другого какого названия? Он же. Скупой знает чекан монеты и различает настоящую монету от поддельной, но вовсе не узнает брата в нужде. Скупого крайне веселит доброцветность золота, но он не рассчитывает, сколько вздохов бедного сопровождает его, он же. У скупого одно натвержено слово. Нет у меня, не дам, потому что сам беден. Действительно, ты беден и скуден всяких добром. Беден ты любовью, беден человеколюбием, беден верой в Бога, беден вечным упоконением, вечным упованием. Василий Великий. Скупой, доколе жив, ничего доброго не делает, а только то добро от него бывает, когда умирает. Богатство его, бывшее до того времени узником, выходит на свет. Скупой богач, подобен тучному животному, которое бесполезно при своей жизни и бывает полезным только по смерти. Скупой собирает, а другие будут пользоваться собранным. Чем тяжелее сундуки скупых? Тем легче скорбь их наследников. Двадцать восьмое. Лихаимство. Скупой лихаимец подобен грецкой губке, вбирающей в себя воду, которую должно выжимать. Никто так не вредит обществу, как лихаимцы. От них оно более стонет, воздыхает и изнемогает, нежели от иноплеменных врагов. А бихидные говорят, что они рождаются, прогрызая утробу матери. И рост отражается и съедает дом должника. А ростовщичество. Василий Великий. О зайцах говорят, что они в одно время и родят, и кормят, и запинают детей. И у ростовщиков деньги в одно и то же время и отдаются в заемы, родятся и подрастают. Семена дают плод, и животные приходят в зрелость с течением только времени. А рост сегодня рождается и сегодня же начинает рождать. Лихаимец несчастнейшую жизнь проводит, всегда пребывая в страхе и печали. В страхе ради того, что имеет, а в печали ради того, чего еще не имеет. Лихаимцы везде приемлют в себе наказание в жизни, в смерти и после смерти он же. 29. Роскошь. Скупое собирает без конца, роскошное расточает до конца. Роскошь, рождая мнимые наши недостатки, никогда не полагает пределам беспредельным желаниям человеческим. Она подобна партару, и все пожирает, и ничем не насыщается. Богатая, живущая в роскоши, беднее нищих. Многие не находят у себя излишнего, только потому, что все издерживают на излишнее. Иной строит пир на весь мир, а потом сам чуть не идет по миру. Иной терпит недостаток старости, потому что в юности недовольно сберегал или расточал свое имущество. «Ты худо обедаешь, потому что слишком хорошо позавтракал», — сказал один древний мудрец. «Из всего даже потребного нам должно иметь необходимое, а не излишнее, златоуст. Если покупаешь лишнее, то скоро будешь продавать нужное. Оставь не только суетное попечение об излишнем, но и о потребном излишнее. Не присыщайся хлебом, не пожелаешь и вина». 30. Украшения, тело и наряды Посмотрите вы, слишком занятые наружностью своей, вы, убеляющие и украшающие лица свои, посмотрите, что за вас понес Иисус на лице своем, и довольствуйтесь быть такими по внешнему виду, каким сотворил вас Бог. «Есть даже к стыду человечества и старцы, которая занимается тщательно украшением и подкрашиванием своего лица и головы, стыдясь своей седины, этой природной белизны, которой уподобляется глава Господня». Откровение 1.14 Украшение тела есть агуба души, Ава Исайя. Нельзя украшать вместе и тело, и душу, нельзя. Золото и драгоценные камни могут украшать тело, но не обогащать души. Женщины полагают, что широкие или длинное платье возограждает узкие и короткие понятия. «Будь красива душою, тогда будешь приятный по телу». Красота души такое свойство, что и в старости имеет много любителей, потому что никогда не увядает и всегда цветет золотоуст. Не гордись внешней красотою. Плоская красота бездуховна, не красота, а безобразие. Пышная одежда есть великолепная глупость. Что значит эта гордость, с которой имеющий на себе дорогую одежду, едва удоставит взора, покрытый вречащим или полураздетую нищету? Это непостоянство, с которым так часто переменяет уборы. Не есть ли это нечто подобное тому, как если бы больной вздумал тщеславить со множеством своих трупов и красотой его обвязываний? Или если бы раб, принужденный носить акулы, желал иметь их в великом числе и выработанное с разнообразным искусством? Модник и Франц либо влюблен в самого себя, тогда он глуп, либо хочет, чтобы влюблялись в него, тогда он разворотитель. Когда поутру надеваешь на себя одежду, приводи себе на память первый грех наш, который сделал ее для тебя необходимую. Когда вечером слагаешь ту же одежду, переносись мыслью к будущему воскресенье из мертвых, когда опять не будет нужды ни в каком одеянии. 31. Душа и тело. Человек состоит из души и тела. Но как душа главнее тела, потому что дает жизнь телу и отличает человека от прочих животных, имеющих много сходства с его телесным организмом, то по естественному порядку вещей и главное внимание, главная забота наша должны быть истремлены не на тело, а на душу. Когда император Феодосий узнал, что жители Антиокеи влачили по грязи статуи его супруги, то он приказал разрушить город. Что сделает Бог нам, если мы грехом оскверняем душу, его образ и храм? Хотите ли знать цену вашей души? Посмотрите на цену искупления. Не золото целого мира, не мир весь со всем, что в нем есть, но сам Бог был ценой нашего выкупа. Златоуст. О душе, как главной части человеческого существа, по достоинству драгоценнейшей целого мира, должно заботиться более, чем о всем прочем, более, чем о теле или, по крайней мере, та же, как о теле. Но не наоборот ли бывает больше частью? Не отчинили своим главным образом заботятся люди? Не много ли таких, которые о душе своей не думают вовсе, как бы ее не существовало? Один святой муж при виде прекрасной и роскошно одетой женщины горько заплакал и сказал, «Она сделала для украшения своего смертного тела гораздо более, чем я для моей бессмертной души». Малое дитя между нами смыслит, что значит сделать обнову для тела. Но часто и седогласый старец не разумеет, как обновить душу или сделать для нее обнову. Я желал бы быть лучше лошадью и всякой другой вещью, большей части христиан, чем их душою, потому что они оказывают более заботливости, любви и привязанности ко всякой другой вещи, чем к своей душе. Блаженный Августин. У отца два сына голодных, и остался один хлебец. Он был бы крайне несправедлив, если бы весь хлеб отдал одному сыну, а другого оставил бы голодным. И у вас душа и тело, и то, и другое ваше. Хотя бы душе и приличество, и ладать предпочтение, как избранному сыну, так как она имеет род небесный, то почему же вы не хотите уделить долю ей, хотя бы равную с телом? Не великая ли это несправедливость? Не родя душе, мы приготовляем такое разрушение и для тела. Так же, кто пренебрегает счастью, самую ценную, для того, чтобы возвысить менее ценную, тот наносит вред как той, так и другой части. Напротив, кто заботится надлежащим образом о душе, тот, сохраняя душу, сохранит и все тело. Златоуст. Ты, который столько заботишься о исцелении тела своего, когда заболит оно, почему не стараешься доставить ему блаженство по воскресенье и заботливости по печеньям о душе? Ава Исаия. Тогда ты будешь мудр, когда столько же будешь делать для души, сколько теперь делаешь для тела. Старайся о твоем теле, но не так, как бы оно было твоя душа. Бренное тело твое добудет покорно духу, а дух предвечному своему виновнику. Если не поработишь тело душе, то оно поработит душу дьяволу. Как дело Божие правит миром, так и дело души управлять телом. Ава Фаласий. Давай плоти то, что нужно ей, а не кто хочет она получить. Мил Синальский. Не ей во всю жизнь твою всему бренному телу, и надейся на него, пока не предстанешь Христу. Ян Лесу. Плачь друг неблагодарный. Когда угождаешь ей, тогда еще больше старается она вредить. Он же. Плачь коварный друг. Чем кто более угождает ей, тем более она восстает на него. Ава Исихий. Кто ласкает льва, тот часто укращает его, а кто угождает телу, тот усиливает его свирепость. Пьян Лесу. Душа ни от чего так много не страдает, как от тела. Если ваш дух не будет воевать своей беспокойной соседкой плотью, не будет противиться ее непомерным требованиям, преодолевать ее искушения, то вам никогда не узнать того блаженного мира, который так необходим для вас в расчастье. Кто жалеет плоть, в том не может пребывать дух Божий. По той мере, как туснеет тело, истощается душа. И напротив, по мере истощения тела, укрепляется душа, а воду нею. Плоть, если крепнет, крепнет насчет духа. И дух, если зреет, то зреет не нафиг, как насчет утончания плотью. Ни у одного святого не находим льготной жизни. Все жили сурово в стеснении, искушении, озлоблении плоти. Пусть каждый испытает уверенность, что чем менее дает свободы телу, чем более истощают его постом, тем более приходит в силу жизнь души, мысли становятся светлее, чувства и желания чище, молитва искреннее и живее, воздыхание о грехах чаще и полнее. Кто льстит себя надеждой достигать совершенства в духе, без слового обхождения с телом, тот походит на того, кто бы хотел носить воду решетом или ловить ветер руками, или писать слова на воде. Весьма опасен необузданный конь для издака, так и душе твоей опасна плоть, когда она необуздана разумом и воздержанием. Дмитрий Ростовский. 32. Здоровье и болезнь. Здоровье есть драгоценный дар Божий. Безздоровье богатство почти тоже для человека, что жертва для истукана, или хорошо устроенная дорога для безногого. Береги здоровье, храни себя от разврата, от небрежности, опрометчивости. Не береги здоровье, не щади самой жизни, когда это требует от тебя Бог, Отечество и твое вечное спасение. 33. Важно здравие телесное, но гораздо важнее здравие душевное, и тем важнее, чем душа превосходнее тела. 34. Златоуст. 35. Что пользу тело здоровое иметь на душу, расслабленную и немощную? 36. Тихон Задонский. 36. Здравие телесное на время, а в здравии душевном заключается начало вечной жизни. 37. Лучше весь век настоящий быть больному по телу, но по душе здравствовать, нежели здравствовать по телу, но по душе не дуговать. 38. Для тела болезни горький напиток, а для души спасительное врачество. 39. Телесные болезни очищает душевное. 40. Болезнь, хотя плоть твою мочит, но дух твой спасает. 41. Редко бывает, что в здоровом теле здоровая душа живет, а по большей части почти всегда в немощном. 41. Он же Тихон Задонский. 42. Здравие тела отворяет человеку двери ко многим прихотям и грехам, но немощь тела затворяет. 43. Во время болезни мы чувствуем, что жизнь человеческая подобна цветку, который почти тот час засыхает, как скоро он распустится. 44. И облаку, которая рассеивается и не оставляет следа. 45. Что наши дни исчезают, как тень, что наше тело сохнет, подобно траве полевой. 46. Что жизнь самого крепкого человека — высоко дыхание. 47. Что с каждым дыханием оно сокращается, и что биение его пульса, подобно ударам маятника, приближает его к последнему часу, который почти всегда бьет в такую минуту, 47. Когда он думает, что до сего часа еще долго... 48. О, болезнь! Горькое, но здоровое лекарство! 49. Как соль гнилость мяса и рыбы отвращает и не попускает зарождаться червям в них, 50. Так и всякая болезнь сохраняет дух наш от гнилости и тления духовного, и не попускает страстям, как червям душевным, зарождаться в нас. 50. Если схватит тебя болезнь, не унывай и не упадай духом. 51. Но возблагодари Бога, что Он промышляет доставить тебе этой болезнью благо. 51. Некоторый старец часто подвергался болезни. 52. Случилось ему в течение одного года не болеть. 53. Старец очень скорбел об этом и плакал, говоря, «Оставил меня Господь мой и не посетил меня». 53. Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига и даже боли. 54. Преподобный Серафим Саровский. 55. Кто терпит болезнь и благодарит, тот мученический венец получает златоуст. 55. В болезнях тела нужно прежде всего заботиться об исцелении души, протоиерей Толмачев. 55. Из урока изреченного расслабленному. «Вот ты здрав! Смотри, не греши боли, чтобы не сделать с тобой чего хуже. 56. Познаем, что виновы болезни наших суть грехи и то, следовательно, 56. Первейшее врачество против них всегда суть не столько капли, 57. Предписанные его врачами, сколько те, которые текут из очей от сердца сокрушенного и смиренного». 57. Иннокентий, архиепископ Херсонский. 58. В болезнях прежде врачей и лекарств пользуются молитвой Нил Синайский. 59. Часто не руки врачей, но и одна вера восстанавливает болящего. 60. Если бы врач не стал хвалиться твоим исцелением, как собственным делом, 61. Ты сообщи своим долгом напомнить ему о владыке жизни и смерти. 61. Во время болезни всякий должен думать и говорить, кто знает, 62. Может быть, в моем недуге отворяются мне врата к вечности. 63. Выздоравливающий после болезни, в особенности серьезный и опасный, должен чувствовать и говорить, 63. Пост и воздержание. 63. Заповедь о посте имеет такую же древность, как и самый мир. 64. Первоначальная заповедь, данная Богом человеку, была заповедью о посте. 64. Бытие 2.17. Поскольку мы не постились, то и зринуты из рая, потому будем поститься, чтобы снова зайти в рай. 65. Посили великие. 65. Не поститься, значит, уподобиться бессловесным, которые не знают поста. 66. Не должны возлагать на себя поста, превышающего силу. 66. Польза человека, а не человек для поста. 66. Облегчение поста для немощных дозволительно, по правилу церковному, апостольское правило 69, и весьма справедливо, потому что немощь сама собой доставляет то, что ищется посредством поста, то есть украшение чувственности и бездействие плоских страстей. 67. Естественно, для немощного не то нужно, чтобы усмирять плоть постом, а то, чтобы немощное тело поддерживать питанием и врачеванием, дабы оно не сделалось вовсе неспособным служить душе килорет. 68. Пост, тело и есть пища для души. 69. Сколько отнимешь у тела, столько придашь силу душе, Василий Великий. 69. Челнок легче плывет, когда он не обременен излишнею поклажи, так и молитва легче, удобнее совершается, когда тело не обременено излишнею, уточняющее пищу и питьем, или что тоже, когда человек постится. 69. Животные, многопищные и тушные, не могут бегать так скоро, как малопищные олень. 70. Подобно всему члевоугодник, не может быть так деятелен и благопоспешен в подвигах, как воздержанный. 71. Невозможно, чтобы огонь горел в воде, невозможные покаяния без поста. 72. Душа ничем так не смиряется, как если кто будет воздержан в пище. 73. Начальник бесов есть падший деница, а глава страстей есть объедение, Иоанн Лесточек. 74. Чьего угодия есть мать любодеяния. 75. Кто наполняет чрево и обещается быть целомудренным, тот, подобен утверждающему, что остановит силу огня, попаляющего солому, Нил Синаевский. 75. Чем больше дров, тем сильнее пламя, чем больше яст, тем яростнее похоть. 76. Пища излишне делает тело чрезмерно нагруженным кораблем, который при малом движении волн идет ко дну. 76. Блаженный Августин сравнивает тело с яростным конем, увлекающим душу, необузность, коего необходимо укращать уменьшением его пищи. 76. Имеет это цель и главным образом, и установлен пост. 77. Вспомни, что Адам в раю был не ниже тебя совершенством. 77. Возомнил обойтись без поста, и что вышло? 78. Лот среди самого Содома просветал добродетелями, вне Содома сложил с себя пост, и что произошло? 79. Кто из животных столько силен, как лев? 79. Но из-за чрева своего он попадает в сети, и тогда все могущество его смиряется. 79. Толстое чрево не родит тонкого смысла. 80. Когда Давид боролся со львом, то ухватывал его за гортань. 80. И мы, если удержим гортань и чрево, то победим с богом невидимого льва. 80. А вот именно. 80. Возобладай над чревом, пока оно над тобой не возобладало, Ян Листричник. 81. Учись держать чрево в крепкой узде, оно одно не воздает благодарности за оказанное ему благодеяние. 81. Чрево самый неверный в договорах союзник. Это ничего не сберегающее кладовое. 81. Если многое в нее вложено, то вред в себе удерживает, а вложенного не сохраняет по силе великих. 82. Сколько различных искусств, веществ, орудий употребляет разумный человек для того, чтобы наполнить малое и несмысленное чрево. 83. Как унижается разум, когда истощается разобретение, чтобы дань, ежедневно требуемая чревом, 84. Как неумолимым владыкою была ему приносима, как можно в большем изяществе, и была им приемлема, как можно в большем количестве. 84. И как ругается над всем раболепствующим разумом чрево, концом всех его забот и изяществ, полагая нечистоту и смрад. 85. Если влечет в тебя похотение вкусно и много пищи, вспомни смрад, происходящий от ней, 85. И успокоишься, ава Исаия. 85. Чего угодник трудится и сокрушается о том, как наполнить чрево свои яствами. 86. А когда поел, мусится во время пищеварения. Воздержание же сопровождается здравием и трезвенностью. 87. Ефрем Сирин. Мы не виталожим, чтобы есть, но для того едим, чтобы можно было жить и исполнять свои обязанности. 87. Если в чем не трудно удостовериться, настоящее назначение пищи и питья есть поддержание и возобновление телесного состава, который неприметным образом непрестанно снидает тление. 88. А вкус пищи и приятность питью даны как средство для сей цели. 89. То каждый кусок пищи сверх утоления глада, снедаемый для вкуса, есть доля объедения. 89. Каждый глоток питья после угошения жажды и после ободрения сил, употребляемый для приятности, принадлежит к чаше пьянства. 89. И за столом наблюдай пост. 90. От яств спастись по временам, а от невоздержания постоянно. 90. Никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним воздержанием, то есть телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы по усмирению плоти постом легче мог вступить в брань с прочими страстями. 91. Берегитесь измерять пост простым воздержанием от пищи. Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются дьяволу, который, хотя ничего не ест, однако ж не перестает грешить. 92. Владеешь чревом, владеешь языком, чтобы, когда остаешься рабом одного, и освобождение от другого не было бесполезным. 93. Сестра и подруга поста молитва. 94. Внешние посты не всегда необходимы, а внутренний пост необходим во всякое время. 94. Пьянство. Не презирай вина, но презирай пьянство. 95. Святой Затауст. Не вино ухода, но его злоупотребление. 95. Он же. Не вино виновата, а виноват тот, кто меры в вине не знает. 96. Не пить запрещено, а упиваться. Вино есть Божие дело, а пьянство дьявольское. 96. Святой Затауст. Бойся неумеренно употребление горячих напитков, как огня гиенского. 96. Если когда человек бывает под властью дьявола, так это особенно в пьянстве. 97. Никто так не бывает любезен дьяволу, как в пьянстве пребывающей, потому что никто так не исполняет его воли, как пьяница. 97. Лот, убежденный дочерями, упился вином и удобно увлек его дьявол в любодеяние. 98. Чего трезво не сделает, на то пьяный дерзает. 98. Не услождаясь вином и не приманить тебя плоть. 99. Пьянство есть мать всех постыдных дел, сестра любострасти и кораблекрушение целомудрия, блаженный Августин. 99. Когда пьяным управляет вино, он уподобляется упряжей лошадей без узды, Василий Великий. 99. Пьяница не достоин жить в обществе разумных существ, его следовало бы поместить между животными и изгнать из общества людей, он же. 99. Скоты и тени пьют больше нужды, не бывает ни в состоянии ходить, ни падают на землю, ни бьются о деревья, ни теряют дороги после того, как напьются. 99. А все это случается с пьяницами. Кто не будет внушать этого порока, который унижает порабощенного ему человека ниже скотов? 99. Слово Божие отсылает ленивых к муравью, чтобы научиться их трудолюбию, а пьяниц нужно отсылать к скотам, чтобы научить их воздержанию. 99. Когда церковь увещевает грешников, она указывает им на примеры Иисуса Христа и святых, а когда дело идет о человеке невоздержном, то нужно предлагать ему пример скотов. 99. Какой позор! 99. Упившиеся, что иное, как неязыческие идолы, ибо имеет очи, но не видит, уши имеет, но не слышит. 99. Василий Великий. Пьяный, смотря во все глаза, не видит и того, что у него под ногами. 99. Дым гонит прочь пчел, а неумеренное винопитие отгоняет духовные дарования. 99. Василий Великий. Пьяница ни к чему не годен, кроме ада. 100. Пьяного человека и в дом порядок не пускает, не только что в Царство Небесное. 100. Не употребляй без меры не только вина, но, если можно, и воды. 35. Употребление дара слова. 100. Язык есть самый благодетельный и самый вредный орган у человека. 100. Язык, хотя малый член, но производит великие дела. 100. Одно доброе слово и в жестокий мороз согреет. 100. Напротив, одна худая речь и в жары бросят во знук. 100. Одно уступчивое слово может утолить гнев, а грубое привести в бешенство. 100. Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми, Макарий Великий. 100. Малый член, язык, но большой вред может принести, подобно тому, как морь малая насекомая, а большие вещи повреждает и даже уничтожает. 100. Слово не стрела, а часто сильнее стрелы, больнее пронзает сердце. 100. Не равно слово и не равен час, иное слово в иной час даже хуже меча. 100. Одна речь, одно слово, безрассудно произнесенное, достаточно иногда бывает, чтобы решить наше несчастье. 100. Малый член, язык, но великий многие бедствия делает. 100. Двоякую ограду изогражден, то есть зубами и губами, но весьма удобно вырывается и выскакивает. 100. Тихон Задонский. 100. Некоторые очень разборчивы в пище и не запускают в уста свои известных язд, но не так разборчивы и осторожны относительно слов, исходящих из уст их. 100. Блаженный Августин. 100. Иные щедрые и милостивые к ближним своим, но языком своим вредят человеку. 100. Дурная привычка и небрежение о том, что нам на пользу. 100. Вот что всего больше мешает положить хранение устам нашим. 100. О, как мало таких бесед даже у призванных проповедовать благочестие, за которые не должно будет им дать отчета Богу. 100. Не стыдно ли, не смешно ли крайне, что имея слуг, по большей части употребляемых на дела нужные, а получив язык собственным членам, не обходимся так, как слугу, а напротив употребляем на дела бесполезные и напрасные. 100. Сиди язык. Он часто произносит то, что лучше было бы утаить. Нил Синайский. 100. Наблюдай за собой строго в произносимых тобою словах, чтобы после не раскаиваться. 100. Слово, раз вылетевшее, назад возвратить нельзя. 100. Сказанное слово назад не воротишь, пока не произнес его ты ему, господин, а когда произнес оно твой, господин. 100. Над камнем брошенным рукой мы не имеем уже власти, так и над каждым неразумным словом слетевшим с уст наших. 100. Только тот вполне обладает даром словов, кто не проронит ни одного слова даром. 100. Лучше говорят обыкновенно те, которые говорят менее. 100. Где много слов, там обыкновенно много грехов. 100. Более слушай, нежели говори. 100. В многоглаговании не спасешься от греха. 100. Много не говори. Мудрые много не говорят. 100. Говоря много, нельзя не согрешить. 100. Надо бы настараться, чтобы говорить немного и вовремя. 100. Именно тогда, когда видим, что молчание бестолезно. 100. Спросим и тогда не говори, чего не знаешь. 100. Лучше учиться, нежели не зная учить. Григорий Богослов. 100. Немедли слушай добрые советы и полезные наставления. 100. Но не спеши сам давать советы и наставления. 100. Будь скор для слушания и медлен на гнев. 100. Серахов Петрина. 100. Чтобы показать, что мы охотнее должны принимать наставления, нежели поспешно отвечать, 100. Природа дала нам два уха и только один язык. 100. Лутарх. 100. Не говори всего, что знаешь, но непременно знаешь все, что говоришь. 100. Не тот мудр, кто много говорит, но тот, кто знает время, когда должно говорить. 100. С разумом молчи, с разумом и говори. 100. Если прилично говорить, и пришло время слову, говори. 100. Что служит к назиданию? 100. Не говори много, хотя бы ты мог говорить все хорошее. 100. Ни в каком случае не расточай безрассудно слова. 100. Словесная тварь, слово творческого. 100. По крайней мере, христианин нескор будь на слово. 100. Давай себе размышлить, во благо ли тебе и другим будет слово, которое ты рождаешь в мир, 100. И которое, как бы ни казалось малым и нисторжим, будет жить до последнего суда и предстанет на нем во свидетельство или о тебе или против тебя. 100. Прежде не же начнешь говорить, подумай. И тогда говори или отвечай должное. 100. Когда умный человек хочет что-либо сказать, то сперва подумает и размыслит сам себе, и потом уже говорит. 100. Глупый напротив, сперва говорит, а потом уже думает, что он сказал. 100. Тот, кто говорит, не подумает, подобен тому, кто стреляет, не прицелит. 100. Лучше бросить на удачу камень, нежели сказать слово, не размыслив. 100. Размысли и потом скажи, чтобы не сказать чего бесполезного, вредного или, по крайней мере, не кстати. 100. И не кстати говорить стынно. 100. Не позволяй твоему языку опережать твои мысли. 100. Мудрый передумывает многое, прежде чем он говорит именно, что, кому, где и когда он должен говорить. 100. Амросим Диаванский. 100. Некто сказал о себе, девять помышлений ублажил я в сердце моем, а десятое скажу языком. 100. Так берегут слово, знающее цену его. 100. Слово есть образ мысли и выражение наших чувств. 100. Следовательный из слов легко может познаваться внутреннее душевное состояние человека говорящего. 100. Известно, что врачи узнают здоровый или болезнь кого-нибудь, смотря на язык. 100. Можно сказать, что и наши слова служат верным признаком добрых или худых расположений нашей души. 100. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. 100. Какой человек, такова его и речь, сказал Сократ. И когда ему предоставили юноши, чтобы он дал свое осуждение о нем, то он сперва вступил с ним в разговор. 100. Воздержание языка означает человека мудрого. 100. Святые люди и говорят обыкновенно о святых предметах. 100. Послабляющий уздой языка показывает, что он далек от добродетели. 100. Безрассудный болтун, как барабан, гремит из всех сил, а внутри пуст. 100. Слова неразумного человека — шумный плеск моря, которое бьет в берега, но не напаяет береговых растений, Григорий Богослов. 100. Не отверзай уст твоих для смеха. Это признак рассеянной и нерадивой души, чуждой страха Божия. 100. Боишься правонословие, как боишься хищных зверей и птиц. Оно, подобно им, уничтожает труды святой жизни. 100. Сад без ограда будет потоптан и опустошен, и кто не хранит уз своих, тот погубит слады добродетели. 100. Облака закрывают солнце, а много глагола не потемняет душу, которая начала просвещаться молитвенным созерцанием. 100. Исаак Сирин. Будем избегать вольности греча, чтобы зной их не сожег плоды трудов наших. 100. Как пчелы не терпят дыма, так и ангелов, хранителей, прознословцы и кощунники отгоняют от себя. 100. Равно худость и негодная жизнь и негодное слово. 100. Если имеешь одно, будешь иметь и другое. Григорий Богослов. 100. Говорите хорошим надежит и тому, кто не делает хорошего, чтобы, устыдясь слов, начать и дела. 100. Привычка худым беседам есть путь к худым делам. 100. Гляди, человек. Возьми властен языком своим и не умножай слов, чтобы не умножить грехов. 100. Антоний Великий. 100. Будь внимателен к себе до того, чтобы ни одного праздного слова из уст твоих никогда не выходило, и за одно праздное слово суд будет. 100. Лучше сто крат пасть ногами, нежели языком. 100. Предпочитаю молчание, потому что удерживает оно от многого вреда, Исаак Сирин. 100. Если человек будет помнить изречение системного писания, от слов твоих оправдаешься и от слов твоих осудишься, то решится лучше молчать. 100. Легче совсем молчать, нежели не сказать ли из него. 100. Я видел многих, впадавших в согрешение через свои слова, но почти никого через молчание. 100. Амросин и Диоландский. 100. Нередко раскаиваемся мы о том, что много говорили, и никогда о том, что много молчали. 100. Ава Арсений сказывал про себя. 100. После бесед я часто раскаивался, а после молчания никогда. 100. Люби более молчать, нежели говорить, ибо молчание собирает, а многословие расточает. 100. Один подвесник сказал о себе. 100. Каждый раз, как разговаривал я с другими, находил себя худшим, чем был наедине. 100. Как вода, заключенная со сторон, устремляется вверх, а представляемая собой себе разливается и со стороны, и устремляется в места низменные. 100. Так и душа, огражденная благоразумным молчанием, собирается самой себе и стремится к горе, тогда как, предаваясь многословию, она, так сказать, разливается по внешним дальним предметам. 100. Хорошо благовременное молчание, оно не что иное есть, как матч мудрейших мыслей. 100. Язык недостаточен в изложении тех благ, которые рождаются от молчания. 100. Если будешь соблюдать молчание, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил. 100. В какое бы затруднительное положение ты ни пришел, победа в нем молчание. 100. Безмолвие сначала ощущение души, спросил великий. 100. Брат спросил Аусисоя, намереваясь хранить мое сердце. 100. Сарис отвечал ему, как возможен охранять наше сердце, когда язык наш подобен отверстким дверям? 100. Чтобы научиться хорошо и непогрешительно говорить, прежде надо выучиться молчать. 100. Кто не умеет молчать, тот не умеет говорить. 100. Надо было, чтобы весьма назидательно было то слово, ради которого можно оставить молчание. 100. Только духовная беседа полезна, а предпочтительнее всего прочего — молчание. 100. Добрая рочь и топлика — добрая, подобно серебру, а молчание есть чистое золото. 100. Добро чаще беседовать с Богом друг от друга, а между собой, смотря по надобности и удобности. 100. Учить говорить не много с людьми, а много с собой и с Богом. 100. Чем менее с людьми, тем более с Богом беседовать будешь. 100. Прежде нежели пойдешь в какое-либо общество, молись Господу, чтобы Он положил хранение устам твоим. 100. И в продолжении твоей беседы помышляй, что Бог везде присущ и слышит тебя. 100. От времени до времени беседуй с Ним в своем сердце. 100. Чем пустые речи говорить, лучше краткие молитвы творить как можно чаще. 100. Добрут разговоры наши таковы, чтобы не отвечать нам за них муками в вечности. 100. Когда кончился разговор, то потребуй у себя самого отчет в содержании его, дабы возблагодарить Бога, если ты в разговоре был таков, каков должен быть. 100. Или исправить погрешности тобой сделанные. 100. Рассуждение выше всего, терпение нужнее всего, молчание лучше всего, многоречие хуже всего. 100. Если понуждаешь себя к молчанию, то не думай, что совершаешь добродетель, но признавай себя недостойным говорить. 100. Не думай много о своем молчании, не превозносись им, но испытывай свои помыслы. 100. И среди молчания можно тяжко согрешить. 100. Иной человек, кажется, молчит, но в сердце своем осуждает других. 100. Такой непрестанно говорит. 100. А другой с утра до вечера говорит, и между тем соблюдает молчание, потому что он ничего без пользы не говорит. 100. Ава Пимен. 36. Истина и ложь. 37. Мы должны смотреть на мир, как на великое позорище, где добро со злом, где истина с заблуждением ведет кровавую брань, терпение и надежда. 38. Все неправедное, все ложное гибнет, рано или поздно гибнет. 39. А одна истина не страшится времени, одна истина пребывает вовеки. 40. Истина, когда за нее умирает, бывает особенно животворна. 41. Истина, как и свет, неизменна. 41. Свойство истины – это того, что силы ее и не могут не ощущать, и не озаренные светом истины, подобно тому, как слепые, не видя солнца, чувствуют влияние на них лучей солнечных. 42. Истина, подобно невкусному, но здоровому лекарству, которое пить неприятно, но, когда бывает принято, делает исцеление. 43. Только на истине и правде основать можем спокойствие с тебе и другим. 44. Пойдем истиной, стремитесь к истинной жизни. 45. Кто не любит истины, тот еще не познал ее. 45. Прямой друг истины и добра любит их во всех видах, но особенно под формой простоты. 46. Хорошим умам свойственно в рассуждениях других любить истину, а не слова, блаженный Августин. 47. Мир поступает безрассудно, измеряя и оценивая силы и достоинства слов внешними преимуществами учителя. 48. Он забывает, что в ничтожной по-видимому раковине образуется жемчужина, и в длинном сосуде хранится иногда драгоценная мира. 49. Не только верить должно истине, но и говорить истину. 50. Умалчивать истину значит золото зарывать в землю. 51. Учись, не стыдясь, учись, купясь, просили великий. 51. Одинаковое зло и говорить неподобающее, в особенности ложь, и молчание предавать доброе и полезное молчанию. 52. Нет ни одной греховной привычки, более общей между людьми, как привычка лжи. 53. Как трудно найти рыбу без костей, как трудно встретить человека, который бы не лгал. 54. Всемирно старайтесь хранить и в деле чистоту, и в слове истину. 54. Лучше потерпеть скорбь за правду, нежели говорить ложь. 55. Лгать значит представлять свидетельство безумного презрения в отношении к Богу. 56. И малодушного страха со стороны людей. 57. А сгать и обманывать значит Бога презирать, а людей бояться. 58. Мы более выиграли бы, являясь такими, каковы мы на самом деле, нежели высказывая то, чего в нас нет. 59. Он же сам не верит даже и тогда, когда они говорят правду. 59. Когда тебе необходимо должно говорить, говори о всем правду открыто, без всякой двусмысленности. 60. Потому что двусмысленность есть половина пути ко лжи, а ложь есть целый и прямой путь гиене. 61. Говори всегда правду с точности и безуклончивости, и твоему простому слову будут верить, как к клятве. 62. Будь верен во всех словах твоих, и ты доставишь им твердость к клятве. 63. Не давай обещаний, в удобной исполнимости которых не уверен, а данное обещание исполняй неизменно, и твоему простому обещанию будут верить, как к клятве. 63. Поступай так, чтобы дело служило вместо слова, и говори так, чтобы слово было вместо дела. 37. Слово и дело. Если соединяются слово и жизнь, дело, то они составляют красоту всего любомудрия. 38. У кого слово дело, тот силен в слове и деле. 39. Кто творит то, чему получает, у кого дело его, и малому слову сообщает великую силу. 39. Вдвойне тот учит, кто учит тому, что должно делать, и сам делает то, чему должно учить. 40. Прещай сердце твое соблюдать то, чему учит язык твой. 40. Говорит тому, кто разумеет истину и поучает ей других, а сам пренебрегает ею. 41. Блажен, когда делами проповедуешь добродетели, а если говоришь свойственное добродетели, делаешь же противное ей, то сие не спасает. 41. Что польза в том, что если кто строит чужой дом, а свой разрушает? 42. Человек, научающий других, а сам не исполняющий того, чему учит, подобен источнику, который напоевает и очищает всех, а себя не может очистить, но остается со всеми нечистотами и грязью, которые попадали в него. 42. Пимен. 43. Человек, имеющий одни слова, но не имеющий дел, подобен дереву, имеющему листья, но не имеющему плодов. 44. Дерево, покрытое плодами, украшается из зелени и листьев. Так и душа, назидательное слово, истекает само собой из человека, имеющего добрые дела. 45. Из переполненного сосуда бежит вода, а от избытка чувствований сердца невольно говорят уста. 46. Проповедники и учители, которые удовольствуются одним только устным проповедованием слова истины и спасения, которые, по выражению Филарета, митрополита Московского, не так хорошо живут, как учат. 47. Не подобны ли тем столбам, которые указывают дорогу, но сами с места не сдвинутся? 48. Не будь столб, на пути стоящий, который указывает путь городу, но сам с места не движется, но будь вождь, который, впрочем, указывает путь, и сам наперед идет. 49. Тихон Задонский. 50. Как будем наставлять других, если не ревнуем о наставлении самих себя? 51. Кто собой не управит, тот и другого на разум не наставит. 52. Впадающий в грех не может научать тому, как не впадать в него. 53. Тот счет научит, чьи дела противны учению. 54. Наставление никогда не будет действительным, если наставник не вкоренит его в сердце, наставляемого собственным примером своим. 55. Слова без дел подобны картинам, писанным линючими красками. 56. От ветра и дождя они стираются. 57. Слова ничего не значат, когда они не подкрепляются и не оправдываются делами. 57. Всякое слово, не опирающееся на делах, не идет далее ушей. 58. Но когда оно соединяется с делом, оно оживляет, проникает до сердца. 59. Учи другого со смирением, чтобы он делал добро и тогда, когда почитает тебя самого несовершенным. 60. Верующие должны мало говорить, но много делать. 61. Лучше больше творить и менее говорить, а в нас бывает наоборот. Мы больше говорим, чем творим. 61. Лучше мудрость не словом блистающая, но свидетельствуемая делами, Григорий Богослов. 62. Безгласное дело лучше неисполнимого слова. 62. Никто никогда не стал высоким без добрых дел, а многие прославились без красного слова. 63. Благодать дается не тому, кто говорит, но тому, кто хорошо живет. 63. Лучше красно жить, нежели красно говорить. 64. Святая жизнь гораздо сильнее располагает к добру, чем прекраснейшие нравственные правила и сочинения. 64. Жизнь наведает и молча, а слово без жизни, несмотря на сильное и блестящее изложение его, служит только в отягощение слышащим. 65. Святой Исидор Пелосиот. 66. Истина тогда и жива, тогда и получает полную свою цену, когда ее значение оправдывается в жизни. 66. Слова истины, неоправдываемые жизнью, могут наводить сомнение на самую истину. 67. Гораздо лучше молчать, нежели учить другому тому, чего не делаем сами. 67. Яков 3.1. Или не учи совершенно других, или учи так, чтобы вместе быть для них образцом добродетели. 68. Иначе, что одной рукой созидать будешь, то опровергнешь другую. 69. Пусть лучше благочестивая жизнь говорит за тебя так точно, как живописец учит, не только словами, сколько своей кистью. 69. Как небеса поведают славу Божию, никакие бы издавают звуки, но блистательностью своего вида возбуждают зрители чувство и удивление к Создателю. 70. Так благоустрояй свою жизнь. 70. Чтобы она могла получать без слова, паче слова, обличая развратным благородством жития своего, а тех, у кого бесстыдны чувства, воздержностью очей своих. 70. Исаак Сирин. 38. Совесть. Весьма верно сравнивают совесть с судилищем, в котором обыкновенно хранятся законы, и изъясняются их правила, судятся поступки людей, награждаются добро и наказывается зло. 39. Различие в этом сходстве только то, что совесть одна и сама производит все действия, которые в обыкновенном судилище разделены между многими частными исполнителями. 40. Она и законовещатель, и судья, и мздовоззаятель. 41. Если желаешь иметь всегда душа спасительное руководство, внимай своей совесть и неотложно исполняй, что она будет внушать тебе. 41. Совесть во всех делах твоих употребляй вместо светильника, потому что она все, все дела твоих в жизни, как худое, так и доброе, показывает совершенно. 42. Совесть есть истинный учитель, слушающий ее не подвергается преткновениям. 43. Бдительная совесть — лучшая защита от порока. 44. Никого так не бойся, как самого себя. Внутри нас живет необманчивый судья, коего голос для нас гораздо важнее, нежели одобрение всего мира. 45. Пусть меня все хулят, — говорит святой Тихон Задонский, — только бы меня совесть хвалила. 46. Как малая искра, брошенная в великую бездну морскую, исчезает, так то, что и всякая печаль, даже самая великая, природившаяся к благой совести, легко рассеивается и прочас исчезает златоуст. 46. Имеющий чистую совесть, хотя одет он в рубище, хотя борется с голодом, благодушнее живущих роскошно. 47. Но сознающий за собой худое, хотя обложен кучами денег, беднее всех он же, не должно доводить себя до того, чтобы совесть обличала в каком-либо деле. 48. Избирай, лучше умереть, нежели согрешить против совести. 49. Лучше от одной совести утешать, хотя и весь свет порочит, нежели от совести обличать, хотя и весь свет хвалит. 50. Лучше уязвленное тело иметь, нежели грехами уязвленную совесть. 51. Лучше терпеть биение тела, нежели биение совести. 52. Лучше всякие внешние беды принимать, нежели иметь эту одну внутреннюю беду. 53. Злая, то есть обличающая за грехи совесть, стоит палача. 54. Злая совесть пача всякой скорби оскорбляет, и пача всякого мучителя мучит человека. 54. Нет злейшего мучителя, как совесть злая. 55. Совесть истинное домашнее судилище. 55. Преступник может избежать иногда суда человеческого, но он никогда не избежит суда своей совести. 56. Григорий Богослов. 56. Три есть суда. Суд мира, суд твой собственный, совесть и суд Божий. 57. Как не можешь избежать суда Божия, так и избежишь и своего, хотя когда-нибудь и избежишь суда мирского. 58. Только тех не судят совесть, которые достигли верха добродетели или порока, а во фаласе. 58. Совести грехами замараны, и великие грехи едва усматриваются. 59. Та же, как в законченном зеркале, в закопченном зеркале и лица, и пороков своих не видит, смотрящий в него. 59. Несправедливый судья оскверненная совесть. 60. Ава и Вагри. 61. Угрызнения совести соразмерны в нас не с нашими проступками, но только с остающейся в нас забродетелью. 61. Мы имеем чудное искусство обманывать свою совесть. 62. Пожелать кому-нибудь смерти ужасно, а кто иногда не думает с тайным желанием о том, что не может случиться иначе, как после смерти того или другого, и может быть многих. 63. Увы, все нас обманывают в жизни. По крайней мере, все земное, даже и совесть. 64. Чтобы иметь не слабую, тем более не обманчивую совесть, нужно самую совесть, которая совершенно не лишена даже язычники, развивать и защерять изучением писанного закона Божия и наставлений богомудрых учителей, поведением же своим соответствовать ее руководству. 64. Горя тому, кто более склоняется на сторону льстилых внушений порока, чем советов совести этого внутреннего тайного голоса Божия в нас, кто, прилагая грехи ко грехам, совсем наконец заглушает свою совесть, не слыша ее суда и не ощущая ее мучений. 65. Ужасное спокойствие. 65. Спокойствие злых служит признаком, что они уже заживо погребены в аде, амросим и диалански. 66. Душа грехника, не обречаемого совестью, — это море, тихое на поверхности, но в глубине его гнездятся и движутся гады, которым нет числа. 66. Мнимое спокойствие такого грешника — это тишина перед бурей, потому что рано или поздно, но придут, наконец, минуты, когда заглушенный им голос совести раздастся со всей силой в душе его. 67. Минуты томительные, минуты, кажущиеся годами, но которые всегда будут только началом бесконечным. 69. Познание самого себя. 69. Человек тот, кто познал себя. 69. Узнать самого себя — самое трудное и самое полезное знание. 69. Узнать самого себя — это всего труднее. 70. Самолюбие всегда преувеличивает наше достоинство в наших собственных глазах. 70. Не берись судить о других. 71. А что до тебя самого, то у десятилетий плач и сокрушение о своих грехах, потому что, может быть, они в десять раз грешнее, нежели, как думаешь, шестой раз. 71. Тонись в доброту дел своих, потому что, может быть, оно так и есть. 71. Это правило предписывается святым Макарим египетским. 72. Всего легче обманывать самого себя и, надвиваясь в пустую славу, почитать себя чем-то, будучи ничем. 72. Георгий Богослов. 73. Весьма хорошо один учитель церкви сравнивать душу нашу с обыкновенную храминою. 74. Пока свет солнечной не проникает прямо в храмину, нам все в ней кажется чистым, без малейшего праха. 75. Но откройте окно, пропустите через него луч солнца, и вы увидите в храме не целый стоп пыли по направлению света солнечного. 75. Для лукавого самолюбия нашего все в душе нашей кажется чистым, светлым и даже украшенным. 76. Но откроем сердце свое для света благодати Божией. 76. Пусть света залит сокровенно глубину нашей души. 77. Сколько праха в мыслях, сколько нечистоты в чувствованиях, сколько срамоты в делах увидит тогда каждый внутри себя. 77. Невидимые наподлинные грехи, видеть иногда препятствуют человеку видимые, но мнимые добродетели. 78. Как с высокой горы, рассматривающая долину, часто не видит находящихся в ней рвов, ям, текущих по ней нечистот, разбросанного смрадного навоза, так случается и с высокоумными. 79. Они, смотря на себя с высока, видят только поверхность свою, а отвратительные глубины души своей, а нечистот сердца своего, часто тайных, но не менее того безобразных и гнусных, не видит. 79. Многие из нас могут сказать о себе, что они знают, что они помнят все грехи свои и, следовательно, совершенно знают себя, каковы они. 79. Мы помним обыкновенно только малейшую часть грехов наших, помним только те грехи, которые или по недавности не успели еще изгладиться из памяти нашей, или по тяжести слишком ощутительным делают для нас свое присутствие. 80. Но сколько грехов, которые мы посчитали маловажными и забыли в ту же минуту, которую сделали? 80. Сколько грехов, тяготивших некогда душу, но впоследствии по легкомыслию и преданных забвению? 81. Сколько грехов, которые неприметны нам, потому только что они подавлены или вытеснены множеством других, или недавнейших, или тягостнейших? 81. Сколько грехов, действительно маловажных, но соделавшихся важными по последствиям соблазнов для наших собратьев? 81. Старайся познать себя самого, и тогда будешь много знать. 81. Сподобившийся увидеть себя, выше сподобившегося увидеть ангелов, Исаак себе. 81. Кто видит грехи свои, тот узрит мир. 82. Многие хотят знать, что делается в чужих странах, а что в своей душе находится, не ищут. 83. Что пользуясь вне себя, много знать на себя самого не значит. 84. Нет ничего лучше, как знать свою немощь и неверение, и ничего хуже, как не знать этого. 85. Ошибаться свойственно человеку, а благоразумному свойственно сознавать ошибку. 85. Первый признак мудрости — сознавать свои погрешности. 86. Познание себя и своей греховности есть начало спасения, потому что познание своей бедности приводит к исканию способа, дабы избавиться от беды. 86. Кто познал свои грехи, тот на половине пути к исправлению. 87. Но кто еще не познал своих грехов, тот и не начинал еще ни поста, ни молитвы. 87. Кто себя самого вправду знает, тот о самом себе низко думает и не услаждается человеческими похвалами, по магием письки. 88. Тот наиболее знает самого себя, кто считает себя за ничто, святой златоуст. 89. Кто посчитает себя чем-нибудь, тот на самом деле ничто, хотя и не так о себе думает. 89. Чем менее считает себя грешными, тем бывает грешнее. 89. Ты хочешь знать, сколько лучшим ты сделался? 90. Испытай себя. Сколько худшим ты чувствуешь себя? 90. Чем светлее твой взор, тем яснее ты видишь славу Божию и свою греховность. 90. Григорий Богослов. 91. Хочешь ли познать Бога? 91. Познай прежде самого себя. 91. Чем кто невнимательнее к себе, тем более подсчитает себя угодным Богу, но кто старается очистить себя от страстей и беспорядочных действий, тот стыдится возвести отчество и на небо к Богу, ибо видит себя, что весьма далеко отстоит от Него. 92. Познание себя устанавливает верный взгляд не только на себя, но и на близких, и определяет, как должно наше действие не только в отношении себя и ближних, но и к Богу. 93. Если хочешь быть добрым, прежде убедись, что ты зол. 93. Будем беспристрастнее к самим себе, чтобы справедливее поступать с другими. 94. Чтобы лучше и вернее узнать и изучить себя, для этого нужно чаще с самим собой беседовать, следить постоянно не только за своими словами и действиями, но и за мыслями, чувствованиями и желаниями, как корнем, основанием и причиной всех наших слов и поступков. 94. Чтобы узнать себя, нужно каждодневно вызывать на суд нашу душу и давать себе отчет в своем поведении и деятельности. 95. Это делали даже и луссы из языческих мудрецов, например, Катон. 95. Ложась на постель по окончанию дни, он подвергал свою душу вопросу. 95. От какого недостатка ты нынче избавился? 96. Какую худую склонность ты преодолела? 96. В чем ты улучшилась? 97. Я всякий день, говорит Пицарон, становлюсь за себя обвинителем и судьею. 97. Когда святая моя угаснет, я обращаюсь к обозрению всего самого дня. 98. Я пересматриваю все мои слова и действия, не скрываю от себя и не прощаю себе ничего. 99. Не прежде засыпаю, пока не размыслишь о грехах, совершенных с тобой в продолжении дня, святой Зотоуст. 40. Победа над самим собою. 99. Прекрасна победа та, которую человек одержит над самим собою. 99. Нет славнейшей победы — победить самого себя. 99. Нет больше победителя на земле, как кто сам себя побеждает и господствует над своими страстями. 99. Тот, кто умел победить свои страсти и обуздать их, одержал самую лучшую из побед. 99. Если прекрасно восторжествовать наконец-то своими врагами, то и все прекраснее — держать победу над самим собою. 99. Мудрые удивляются победителям народа, но считают победу над самим собой труднее победы над врагами. 99. Гораздо легче одержать победу над внешним врагом, чем преодолеть себя. 99. Нет большего врага человеку, как он сам себе. 99. Человек никого так не должен бояться, как самого себя. 99. Часто те, которые для менее сильнейших мучителей не колебали в вере, сокрушались от самих себя. 99. После побед над внешними врагами они были побеждаемы от собственных врагов, своих порочных слабостей и страстей. 99. Многие повелевали городами и народами, но весьма немногие — самими собою. 99. Если себя самого победишь совершенно, остальное легко будет покорить тебе. 99. Над собой самим восторжествовать — вот совершенная победа. 100. Фома Кимпийский. 100. Кто самого себя держит в подчинении, та, что чувственностью повинуется разуму, а разум Богу во всем повинуется, тот истинный победитель над собой и властитель миру он же. 100. Начальник тот, кто начальствует над самим собой, и душу и тело покорил разуму. 100. Благо тому, кто успел достигнуть самообладания власти над собой, он поистине царь, хотя бы по внешнему положению был рабом. 100. Кто властвует над своими чувствами, кто-то в мире проводит жизнь. 100. Не между людьми только должны искать цари за мира, но и в теле своем, и в душе своем, и в душе своей, в мир финанский. 100. Кто в мире и людьми умеет жить самим собой, тот найдет радость и любовь во всех странах. 100. Сделавший глупость, глупость, не сорится с самими собою. 100. Не выше ли будет, не делая глупости, не верить страстям нашим, сорится с умом, который удерживал нас от глупого поступка? 100. Не наследуй себе царство небесное, если не сделаешься царем над своими похотями и помыслениями. 41. Свобода и рабство. Бог дал нам свободный произвол, чтобы мы были вместе и господственными, и ответственными в своих действиях. 42. Говорят, почему в самом устройстве не дано нам безгрешности, так что нельзя было бы согрешить хотя бы и хотелось? 43. Потому же, почему и ты никогда признаешь служителей исправными, когда держишь их связанными, но когда видишь, то добровольно выполняешь перед тобой свои обязанности? 44. Будучи создан свободным и призван к свободе, не допуская себя раболетствовать нефистым страстям. 45. Человек, не сделавшись истинным христианином, делает не то, что хочет, а то, чего не хочет. 45. Он в рабстве у своих страстей. 46. Истинная свобода и свобода христианская, свобода внутренняя, а не внешняя, нравственная и духовная, а не плотская, всегда благоделывая и никогда не мятежная, которая может жить хижими так же удобно, как в доме верможеском или царском, который подвластным, не переставая быть подвластным, может пользоваться столько же, как властелин, который и вузах и стильнисты ненарушима. 47. Как-то можно видеть в христианских мутниках. 48. Таково христианство, оно и в рабстве доставляет свободу. 49. Можно и в рабстве и быть рабом, и в свободе быть рабом. 50. Он же. 50. Может среди них быть свободным духом, равно как и на престоле можно быть рабом страстей. 51. Добрый, если и служит, свободен. 52. А злой хотя бы царство, есть рабство, при том поколе, у которого не один господин, а столько господ, сколько пороков. 53. Тот истинно свободен, кто живет для Христа, он стоит выше всех бедствий. 54. Если он сам не захочет тебе сделать зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это. 55. Никто тебя не обидит, когда сам тебя не обидит. 55. Надо бы набояться не столько злых людей, а столько собственной воли злой. 56. Ибо ты заставляешь нас прибегать к Богу, и сами не ведая того, прибегают к нам Бога, а это удаляет от Него и подвергает нас Его гневу. 56. Со Христом из тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма. 57. Воля наша есть медная стена между человеком и Богом, свободнее всех тот, кто ни сего не желает на земле. 57. Тем менее желаний, тем менее отцов. Можно и должно умерять свои желания, но удовлетворить им не состояние никакого владелец государства. 58. Наши желания тоже, что маленькие дети, которые всегда беспокоены и беспрестанно просят у матери то того, то другого и никогда не довольны ни с чем. 59. Тем более им уступают, тем более они делаются допустливыми. 60. Воля каждого из нас учит и мучит. 61. Как часто, достигнув исполнения своего желания, человек с засадой спрашивает только-то, хотеть лишнего или не хотеть должного? 61. Не тот свободен, кто может делать, что хочет, но тот свободен, кто может хотеть того, что должно ему делать. 62. Как человек, побуждаемый голодом, истребляет пищу охотно, жажду всей пьет охотно, утомленный трудами отдыхает охотно. 63. Так бывает и в духовной жизни возрожденного человека. 63. Служащий Господу служит ему охотно, и волей его составляет их желание, как говорит сам Иисус Христос. 64. Пища моя есть творить волю пославшего меня. 64. Истинная свобода находится только в пределах закона, а высочайшая свобода состоит во всецелой преданности Богу. 64. Рабством должна быть названа необузданность, и постыднейшим рабством то, когда человек попирает ногами предписанный Божественный закон. 42. Ежедневное провождение времени. 43. По заповеди Божией уделяй один день из седмицы для всецелого служения Богу. 44. В остальные же дни старайся, хотя известные часы, уделять от своих трудов и занятий, и посвящать их молительной беседе с Богом. 45. Преимущественно и непременно утром, по восстанию от сна и вечером перед сном. 46. Когда утром пробуждаешься от сна, по мысли, что Бог дает тебе день, который ты сам себе не мог бы дать. 47. И отдели первый час, или хотя первый четверть часа даруемого тебе дня, и принеси ее в жертву Богу в благодарной и благопросительной молитве. 48. Чем усердней ты это сделаешь, тем более осветишь свой день, тем крепче оградишь себя от искушений каждый день встречающихся. 49. Подобно сему, когда отходишь ко сну по мысли, что Бог дает тебе покой от трудов, и отыми начаток от времени твоего покоя, посвяти его Богу чистой и смиренной молитвой. 50. Ее благоухание приблизит к тебе ангелов для хранения твоего. 51. Утренняя молитва для человека тоже, что утренняя роса для растений. 52. Протва весь день бывает счастливее и покойнее, кто с надлежащим вниманием молится утром. 53. Ум, на что направится с утра, тем занимается весь день, как жерновный камень, мелищий в продолжении всего дня то, что всыплет в него с утра. 54. Будет ли то пшеница, будет ли то плевела. 55. Постараемся всегда с утра влагать пшеницу, чтобы враг не всыпал плевелов. 55. Проводи начинающийся день так, чтобы он мог вести тебя ко дню не вечернему, а не к ночи вечной. 56. В продолжении дня занимайся с усердием теми делами, какие ты должен делать по своему званию и положению в обществе. 57. Старайся среди самых занятий находить хотя минуту, чтобы обращаться благоговейно мыслью и молитвой к тому, 58. Поблагословляет честный труд и дает успех доброму делу. 58. Труд и молитва, молитва и труд. 59. Вот самое должное и самое лучшее пользование, даваемым нам ежедневно от Бога временем. 59. Молись и трудись. Вот золотое правило, обнимающее всю мудрость земной жизни. 60. Кому из нас не случалось видеть и слышать, как голосистый же воронок вьется весной над полем или вспаханной нивою и своим приятным пением часто услаждает тяжкий труд земледельца. 61. Но не вся жизнь этого маленького пернатого проходит в пении, не все время носится он и в воздушном пространстве. 62. Нет, у него есть свой труд и забота. Он спускается на землю и здесь то добывает себе пищу, то устрояет теплое гнездышко, то заботится о своей подруге или молодых птенцах своих. 63. И опять, не все же рыться в земле, не все же хлопотать и трудиться. 64. Птичка снова несется к небу и поет, поет свою нескончаемую песню. 65. Вот урок и пример для тебя, человек. 65. Трудись, где бы ты ни был поставлен в обществе, низко ли, высоко ли, трудись. 66. Это твое назначение и обязанность на земле, но ты не для земли создан, а для неба. 66. После труда и забор житейских возносись в горе умом и сердцем, изливай перед Богом свою душу словословие, благодарение и молитве. 67. Молись. Это твой долг, твоя слава, твое блаженство. 68. От трудов переходи к молитве, от молитвы к трудам. 69. Трудись и молись. 69. С Богом начинай, с Богом и оканчивай день. 70. Кто имеет хотя искру человеческого чувства, тот не должен не стыдиться заканчивать день без хвалебной, благодарственной молитвы, 70. Когда он видит, что даже малейшая птичка воспевает хвалебную песнь Богу, прежде чем сомкнет свою голову под крылья для покоя. 71. Амбросий Медиаланский. 72. Когда отходишь ко сну, вспомни о смерти, которой сон есть образ и преддверие. 73. Представляя постель, как бы гробом твоим, и одеяло, как бы саваном. 74. Если во время ночи проснешься, то вспомни о Боге и помолись. 73. Молитва ночная, как солнце, освещает и все дневные дела. 43. Неизвестность будущего. В будущем нет ничего для нас известного, кроме одной неизвестности. Мы знаем о нем только то, что ничего не знаем. В состав наших испытаний должна входить и неизвестность будущего. 44. Господь хочет этим показать, что мы не можем сами себя сохранить, не можем сами себя сберечь. 45. Дитя, проходя лесом, держится за руку отца своего. 46. Оно не знает, когда и где ему попадутся пни и камни, через которые нужно ему перебираться, ямы и рвы, в которые оно может упасть. 47. Змей и другие донитые животные, которые могут ужалить его. 48. Не знает, но идет. 49. Потому что рука отца его поддерживает и ведет его, предохраняя его от зла. 49. Если проведение угодно, чтобы мы не знали своего будущего, для нашего же, без сомнения, блага и пользы, 50. То не дерзко ли с нашей стороны прибегать к гаданию и ворожбе, чтобы узнать, имеющее с нами случится впереди? 50. Не тяжкое ли это оскорбление от нас Богу? 51. Представим себе, что сын в доме отца, имея свободу пользоваться всем, что ему нужно, и многим, что приятно, 51. Не довольствуется этим, и, встретив хранилище, от которого ему не дана ключа, подделывает ключ и отпирает он ее. 52. Положен не для того, чтобы украсть, а только чтобы посмотреть, что там скрыто. 53. Не если это неблагодарно. 54. Не должно ли быть совестно сыну? 54. Не должно ли быть неприятно отцу? 55. Вот суд о всяком гадании или ворожбе по самому простому взгляду на дело Филарет. 55. Не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим в пользу. 55. Какая тебе выгода предвосхитить ведение? 56. Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не предузнал. 57. А если оно скорбно, какое для тебя приобретение наперед томиться скорбью? 58. Василий Великий 58. Преступное излишнее любопытство о будущем и прибегание для удовлетворения этого любопытства к преступным средствам. 59. Греховно также не угодно Богу и излишнее заботливость о будущем. 60. Это нетерпеливость наша при ожидании радостного или уныние при ожидании скорбного, обличающие в нас малодушие и недостаток упования на промысл Божий. 60. На каждый день достаточно заботы, напрасно и бесполезно спущаться или радоваться о том, что еще в будущем, когда оно, может быть, и вовсе не случится, сама Кимпийский. 61. Памятные бывшие, положись на Господа в будущем. Употребляй во благо настоящее. 44. Старость Можно ли смотреть безжалости на мальчика, который, имея восемь лет от роду, все так же слаб и мал ростом, как он был и на втором году? 45. Если пройдет еще три или четыре года, а он не подрастет и не укрепится в силах, то не мудрено почесть его уродам. 46. Не то же ли самое случается и с нами? 47. Возрастаем ли мы в добродетели? Укрепляемся ли в силах душевных? 47. На закате жизни так же ли мы малодушны, беспечны, прихотливы и нераскаяны, какими были в лета пылкой юности? 48. Какое же мы предоставляем зрелище перед очами Бога и ангелов Его? 49. Мы прошли все возрасты жизни, не сделавшись благонравнее. Мы были младенцами, отроками, юношами и мужами, но никогда не были добродетельными. 49. Уважим, по крайней мере, старость свою и, приближаясь к пределу жизни, постараемся быть умеренными, трезвыми и справедливыми, чтобы хотя конец наш соделался для нас началом спасения, Климент Александрийский. 49. До сих пор мы не сделали ничего. Начнем труд душевного спасения, хотя теперь. 50. Светущие юностью надеются достигнуть глубокой старости, а состарившиеся ничего не могут ожидать себе, кроме смерти. 45. Время и вечность. 50. О, время и время! Как ты быстро и вместе, как ненадежно! 51. Каждый удар колокола, возвещающего течение твое, не если для нас вестник, приближающийся к нам вечности. 51. Не напрасно содержащий времена и лета в деснице своей, заповел простирать нам свои нужды и желания, не далее пределов дня настоящего. 52. И просить себе от подателя всяких благ только насущного хлеба. 53. Как время скоротечное! 54. Недаром время изображает с крыльями, потому что оно действительно несется как бы на крыльях. 54. Когда меня не спрашивают, что такое время, я знаю, что оно. 55. А когда я хочу его объяснить, я уже не знаю его более. 55. Боженный Августин. 55. Время кажется долгим только для тех, которые не знают, куда употребить его. 55. У людей, внимательных к своему долгу, не достает ни дел для времени, а времени для дел. 56. Представьте себе пространство беспредельное. Что будет значить в нем одна пять? 56. Так и век наш не более как пять в беспредельном пространстве вечности посылал псалмопелца. 56. Ты дал мне дни, как пяди. Салом 38.6. 57. Не более как капля в море, как зерно песка. Сарахов 18.8. На берегу или на дне морском. 58. Как ничто. Салом 38.6. 58. И между тем, большей частью мы им только безрассудно ограничиваем все наши заботы и попечения, а о вечности почти не помышляем, как будто ее не существует для нас. 59. Время летит, а вечность приближается. 60. Вечность есть всегда и никогда, то есть всегда будет и никогда не кончится. 61. Помни всегда вечность, и ничего в мире не пожелаешь. 61. Мысли о вечности всегда производили великие действия. 62. Она воодушевляла мучеников и делала для них не страшными самые лютые страдания. 63. Она затворяла в пустыне подвижников и доводила их до подвигов самоотвержения нечеловеческого. 63. Она останавливала даже закоренелых грешников на пути беззакония и подавала им мужество сразиться с своими страстями. 64. Чего бы размышление о вечности не могло произвести и над нами, если бы мы, внимаясь в спасении души своей, хотя по временам, умели ему предаваться, как должно. 65. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. 66. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. 67. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. 68. Действуй так, как будто бы ты вечно жить будешь. 69. Живи на земле во времени так, чтобы по прекращению времени, 70. Живи вечно на небесах. 69. Дорожи временем. 70. Оно дороже золота, им покупается блаженная вечность. 71. Не только дни, но и часы старайся употреблять в пользу, потому что из малых составлены все большие вещи. 71. Настоящая минута есть маленькая вечность, сказал Синелон. 72. Как же не почитать драгоценными самые минуты? 73. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь. 74. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. 75. Береги каждое мгновение. На каждом из них опирается жизнь твоя. 75. Если любите жизнь, не тратьте времени по-пустому, потому что жизнь состоит из времени. 76. С пользой смотри, с пользой слушай, с пользой говори, с пользой отвечай, Василий Великий. 76. Каждый час, каждая минута дороги, потому что даны со счетом, и в них потребуется отчет. 76. Как не дорожить временем, когда премудрый промысел не дает нам вдруг по две минуты, а посылает новую, не иначе, как отнимая у нас данную прежде, и каждую минуту следующую после данной нам хранить у себя, составляя нас в сомнении, получим ли мы ее. 77. Время дорого, и однажды, как легкомысленно о нем думают, как мало его ценят. 78. Когда вытекает ваше вино, вы печальны, говорит блаженный Августин, а когда теряете время, вы веселы. 79. Долго ли жизнь наша, которой надо надобывать покойную вечность, а мы еще сокращаем дорогое для нас время праздностью? 79. Как много и в настоящее время таких, которым надо надвердить то же, что Сенека часто говорил своим современникам. 80. Одну часть времени вы проводите дурно, в другую, по большей части, ничего не делаете, и почти во всю жизнь делаете не то, что должно. 81. Нет времени, которое безопасно можно было бы пренебрегать, ибо во всякое время можно спастись или погибнуть. 81. Один день, один час, одна минута потерянная или худоупотребленная могут иметь самые важные последствия для нас на всю вечность. 81. Дело есть мера времени. 81. Для всякого времени есть свое дело, и для всякого дела есть свое время. 81. Доброе дело, которое можно сделать в теперешний час, не должно откладывать до другого, для которого есть или будет свое время. 82. Потому что случай к добру может пройти, и с утраченным случаем утратилось бы добро, которому он благоприятствовал. 82. Временем надо бы напользоваться, оно подобно железу, которое, если остынет, неудобно будет кованию, Петр Великий. 83. Время есть некоторым образом как бы ярмарка. Мы можем там купить, что желаем. 84. Но если мы не воспользуемся им для нашей выгоды, то не можем купить ничего более, Григорий Богослов. 84. Посредством времени можно приобреть все самое небо и блаженную вечность. 85. А времени невозможно приобреть ни за что. 85. Будем делать доброе, пока имеем время. 86. Всякая потеря на земле может быть заменена, если не все село, то хотя несколько, чем-либо другим. 86. А когда потеряем время, то не найдем уже другого. 86. Если кто потеряет золото или серебро, то он вместо его может найти другое. 87. Если же потеряем время, живя в праздности и лености, то невозможем найти другого взамен потерянного. 87. Ава Дорофей. 87. Горе ленивому. 87. Зыщет того времени, которое употребил худо и не найдет уже. 88. Нил Синайский. 89. Как слава сказано возвратить, так и времени потерянного сыскать невозможно. 89. Бойся потерять хотя один день, зная, что он не возвратится. 89. Тит, языческий император, всю жизнь свою с наступлением ночи отдавал себе отчет в том, что он делал с продолжением дня. 89. И когда проходил какой-либо день, в котором ничего доброго не было им сделано, так обыкновенно отмечал в своих дневных записках. 89. Потерял я этот день, никому не сделал добра. 90. Наивысшее употребление времени состоит в посвящении его Творцу веков и времени. 90. Кто не дает Богу своего времени, того Бог лишит своей блаженной вечности. 46. Не отчаивайся. 90. И успехами не хвались, и при погрешностях не отчаивайся. Святой Ефрем Сирин. 90. Согреши дело человеческое. Отчаиваться. Дело сатанинское. Нил Синайский. 90. Знаешь, что демонский помысл тот, который скажет, куда убежишь? 91. Покаяния не имеешь, прощения не получишь. 91. Вспоминая о правосудии Божьем, да ужасаешься, но не забывай о милосердии его, чтобы тебе не прийти в отчаяние. 91. Отчаиваться значит самому у себя отнимать милость Божией, которую Господь каждую минуту готов подать. 92. Спасительная печаль о грехах от неумеренности становится гибельной. 93. Деньги потеряны? Немного потеряно. 94. Время потеряно? Много потеряно. 95. Дух потерян, вследствие чего и бывает отчаяние. 95. Все потеряно. 96. Неродение не извергает с неба, а отчаяние сводит в самую бездну зла. 96. Златоуст. 97. Отчаяние есть ад в душе, прежде нежели не изведет в ад душу. 97. Грех отчаяния есть один из всех, в котором всего труде получить прощание. 97. Потому что он прямо по природе своей противится прощению, потому что запирает дверь к раскаянию, которая одной может заслужить прощение, особенно потому, что оскорбляет и отвергает Божие милосердие, которое одной может даровать прощение. 98. Отрицать Божие милосердие есть больше несчастья, нежели грехи всего мира. 99. Почему более согрешил Иуда, отчаявшись, нежели Иудея и Христа распявши? 99. Меру и грехов ваших измеряйте только свое смирение. 99. Ограничивайте гордость, но не измеряйте ей милосердие Божие, которое беспредельно. 99. Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. 99. Неизмеримый океан поглощает одинаковые воды реки широкой, протекшей величало многие страны, и скромные струи ручейка едва приметного. 99. Так в бездне благости Божией исчезают тяжкие грехопадения наравне с малейшими, ничтожнейшими погрешностями. 99. Представь себе искру, впадшую в море. Может ли она остаться целой, или оттуда снова появится? 99. Что искра в отношении к морю, тоже и порог в отношении к человеколюбию Божией, да еще и не то же, а гораздо менее. 100. Море хотя и великолюбие Божие, а человеколюбие Божие беспредельно. 100. Хотя бы грехи твои равнялись грехам всего, 100. И тогда не должно тебе отчаивать, потому что Спаситель наш есть Агнец, взявший грехи мира. 100. Бог не вздирает на множество и великость грехов, а на усердие кающегося. 100. Разбойники, бледники, мытари, серебролюбцы, словом, все великие грешники, истинно покаявшиеся, совершенно доказывают эту истину. 100. Во всем прочем, может быть, нам отказано, а в спасении нашем – никогда, никогда! 100. У небесного врача нет ни из цельно больных. 100. Да коли живем, да то ли можем спастись, а как бы ни были великие грехи наши. 100. Если бы сам Иуда вместо погибельного дерева поспешил к дереву Креста Христова с верой и покаянием, 100. То вместе с кающимся разбойником вошел бы в рай, без всяких сребреников. 100. Так рассуждают, а сему усят все богомудрые отцы церкви. 100. Иннокентий, архиепископ Херсонский. 100. Погублять человека не величество, погубляет, не множество грехов, но нераскаянное и ожесточенное сердце. 100. Бог не согрешивших судит, но согрешивших и не покаявшихся. 101. Одним тем непременно следует вечное осуждение с дьяволом в Ааде, который не хотят каяться и от грехов отстать. 101. А кающимся и отставшим от грехов дверь милосердия Божия отверсты. 101. Велики твои грехи, но милосердие Божия бесконечна. 101. Множество у тебя грехов, но щедроты его бесчисленны. 101. Господь благ ко всем, но первые и более всего ко грешникам кающимся. 101. Сын Божий любил человека не падшего, но еще более разлюбил его падшего, и сам пришел воздвигнуть его и сказать ему, 101. Стань спящий, воскресни из мертвых. 101. Господь не хочет смерти грешника. 101. Он даже умер за спасение грешника. 101. Помни, что Христос умер за грешных, а не за праведных. 101. Христос не имел бы праведников, если бы не принимал милосердно грешников. 101. Число святых умножается всегда от числа грешных. 101. Краткость времени не стесняет человеколюбие Божие. 101. Опоздать можно только надеждой на людей, но никогда не поздно упование на Бога. 101. Через раскаяние изглаждаются грехи даже и тогда, если это раскаяние находится при последнем издыхании. 101. Не от долгого времени покаяние зависит, но от усердия кающегося. 101. Нет позднего покаяния, пока человек в мире всем живет. 102. Тогда только нужно будет отринуть надежду на покаяние, когда мы в аде, потому что там только это лекарство бессильно и бесполезно. 103. Да коли мы здесь, оно хотя бы это было в старости или даже во вратах самой смерти, оно благотворно и спасительно. 103. Не отчаивайся, зная безмерное милосердие Божие, хотя и во многие грехи встадешь, если даже и смерть перед собой видишь. 104. Но мысль о милосердии Божьем от них да не будет для тебя поощрением к совершению греха или к продолжению греховной жизни. 105. Бог милосердие Божьем отчаивайся, потому что Господь милостив, но не будь и беспечен, потому что он праведен златоустим. 105. А одним оком взирая на милосердие Божие, а другим на правду его, святой Тихон Задонский. 47. Покаяние. Если бы не было покаяния, то не было бы спасающихся. 48. Покаяние. Покаяние есть лестница, возводящая нас туда, откуда мы не спали. 49. Кефрин Сирин. Раскаяние есть доска после кораблекрушения. 50. Грех ужасное зло, впрочем, не исцельное. 50. Ужасное зло для удерживающего в себе грех, куда бы исцелимое же для слагающего в себя грех покаянием. 50. Кирилл Русалинский. 51. Камень, брошенный в море, исчезает, и никому не ведом остается. 51. Так и грехи наши потонут в бездне милосердия Божия, исчезнут перед оком правосудия небесного, если мы чистосердечно раскаемся в них. 52. Один воин спросил Ау, Милоса, принимает ли Бог раскаяние? 53. Старец ответил ему, скажи мне, возлюбленный, если у тебя разорвется плащ, 53. То выбросишь ли его вон? 54. Вон, говорит ему, нет, но я зашью его и опять буду употреблять его. 54. Если ты так щадишь свою одежду, сказал ему старец, то тем более Бог не пощадит и свое творение. 55. Сознание своей греховности и самоукорение — первые шаги на пути покаяния. 55. Имеете довольно силу, чтобы всегда осознаваться в ваших проступках. Это даст вам желание загладить их. 56. Познай, что ты согрешил, и загладишь грехи свои. 57. Не сознаваться в своих проступках — значит увеличивать их. 58. Дважды грешит, кто грешит и грехом хвалится. 58. Преступно не столько делание греха, сколько бесстыдство после греха, златоуст. 59. Где попрано чувство чести, там невозможно было исправление. 60. Но где оно еще сохранилось, там всегда есть надежда на спасение. 61. Сделавший грех должен сам осуждать себя, хотя бы никто другой не обвинял его. 62. Тот на добром пути и может ожидать себе прощения во грехах, кто сам собой недоволен, блажен Августин. 63. Если душа обвини себя перед Господом, Господь ее возлюбит. 64. Как скоро грешник произнес на самого себя осуждение, он отвратил суд Божий. 65. Прощай другим все, а себе ничего. 65. Если хочешь обелить себя в очах Божьих, позволь людям очернить себя в их глазах. 66. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. 67. Конец забродетелей есть любовь, конец же страстей самооправдания. 68. Не старайтесь никогда оправдываться, не имея на то достаточной причины. 69. Оправдание своей порочной жизни, слабости человеческой, нисколько не имеет силы, чтобы служить оправданием. 69. Пороки от слабости. 69. Поэтому, чтобы добродетельным быть, надо быть исполином. 70. А мы, напротив, как из священных писаний, знаем, что когда все исполнено на земле, тогда и умножилось злобо человеческое на земле. 70. Не успокаивая себя в своих греховных действиях порочным образом жизни своих ближних, или, как выражается при священном теофанте, обычности греха вокруг себя. 71. Это не послужит к оправданию твоих грехов и, следовательно, не избавит от наказания за грех правосудием Божиим. 72. Грех общий не становится менее виновным перед Богом от того, что он общий. 73. Общие-то грехи возбуждают всего сильнее гнев Божий. 73. Бытие 6, 5, 7. 74. Несмотря ни на какое число истребит Господь всех, делающих беззаконие. 74. Как глупа эта поговорка «как все, так и я». 75. Если бы мой был «как все», то и он бы погиб со всеми. 75. Скажет полу бы «не один я грешу». 75. На это ответ для всех таков. 76. Вадим место достанет. 76. Не полагайся на благость Божию в отношении себя, если ты не думаешь и не заботишься об исправлении своей греховной жизни. 76. Многие из нас, обещая себе все со стороны благости Божией, ничего не требуют от себя. 76. Полегкомышленный грешник мечтает получить от одной щедроты Божией то, что Бог повелевает заслуживать, то есть надеяться зайти на небо путем, ведущим в ад. 76. Он уподобляется тому, кто среди вод почитает бесполезно всякое усилие плыть, в надежде, что волна сама собой прибьет его к берегу. 77. Какое странное рассуждение. 78. Бог благ, и так необходимо, чтобы я был зол. 79. Он по своей благости простит мне все, и так я не должен иметь страха грешить. 79. Он имеет довольно терпение, чтобы ожидать мое раскаяние, и так я хочу иметь довольно наглость, и чтобы продолжать оскорблять его грехами. 80. Тертулиан. 81. Кающийся и надеющийся прославляет бесконечное милосердие Божие. 81. Надеющийся и не кающийся хулит Бога, представляя его покровителем зла. 81. Силарет. 81. Никто столько ни блага, ни милосерд, как Господь, но не кающемуся и он не прощает. 81. Святой Марк Подвижник. 81. Святый Бог, единый, безгрешный, единородного Сына Своего не пощадил ради Тебя, а Ты, несчастный грешник, не кающийся и не милуешь самого себя. 81. Святой Ефрем Сирин. 82. Пощади, пощади душу мою, остановись, несчастный. Не все будет для Тебя время долготерпения Божия. 81. Терпел Тебя до этих пор Бог, видя Твои беззаконные дела, но впредь терпит ли, неизвестно. 82. Тихон Задонский. 83. Немедли грешник обратиться к Господу, чтобы вместо милости Божией не дознать на себе суда Божия. 84. Страшно человеку, когда Господь обратит, наконец, праведный взор свой на душу Его, и ничего не найдет в ней доброго. 85. Поминайте смоковницу, на которой Господь не нашел плода. 86. Зло грех здесь неумерщленное. Там-то смерти будет нашим мучителем. 86. Если Христос, Сын Божий, за чужие грехи так страшно мучен был. 87. Что же постражды за свои грехи те, которые волою согрешают? 87. Если мы болезнуем о умерших, то кто будет столько бесчувственен, чтобы не оплакивать умершей своей души? 88. Святой Иоанн Постник. 89. Будем не невитянами, а не садомлянами. Поворачуем го, чтобы со грехом не погибнуть. 89. Григорий Богослов. 90. Старайся не впадать в искушение, в грех. А если пал, покажи мужество. Встань скорее и справься, мил Синайский. 90. Все несчастье состоит не в том, что ты пал, но что упавший не встаешь. Не в том, что согрешил, но в том, что упорствуешь во грехе. 91. Святой Златоус. 91. Быть грешником — общее несчастье. Оставаться и закосневать во грехах. Вот вина и беда. 92. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Исаак Ферин. 93. Ни величество, ни множество грехов погубляет грешника, но нераскаянное житие. 94. Погрешить всякому человеку сродно. 95. А стоять упорно в заблуждении свойственно одному только безумному. 95. Сосерон. 96. Согрешить дело человеческого. 96. Но во грехе быть и лежать — дьявольское. 97. Не грешить совсем дело ангельское. 97. Грешить как можно меньше — дело человеческое. 98. Тасть — моя немощь. 99. Но пребывать во грехе — доля дьявола моя погибель. 99. Не столько раздражает Бога содеянные нами грехи, 99. Сколько наше нежелание перемениться, святой Златоуст. 99. Не тот ненавистен перед очами Божиими, кто впадает в грех, 99. Но тот, кто не перестает коснеть во грехах. 99. Обещал Бог прощение кающимся, но закоснелому во грехах не обещал против воли привести его к покаянию. 99. Все мы имеем нужду в помиловании и исправлении. 99. Исправимся же, да Господь помилует нас. 99. Не должно отлагать времени своего исправления, потому что утренний и завтрашний день неверен для нас. 99. Многие, замыслив многое, не дожили до утрешнего дня. 99. Не говори завтра. Может быть, для тебя нет уже более завтрашнего дня. 99. Тот, кто обещал прощение во грехах кающемуся, не обещал согрешающему завтрашнего дня. 99. Григорий Двоислов. 99. Не отлагай исправления на завтрашний день, потому что он тебе неизвестен, а смерть, висящая над головой твоей, всегда известна. 99. То есть непременно наступит, быть может, даже сейчас, в сию минуту. 99. Не говори, сегодня согрешу, а завтра покаюсь. 99. Но лучше сегодня покаемся, потому что не знаем, доживем ли до завтра. 99. Некоторому старцу говорили помышления его. 99. Оставь сегодня. Завтра займешься принесением покаяния. 99. Он отвечал помышлением, нет. Сегодня займусь принесением покаяния, а завтра что Господь устроит по воле своей? 99. Не откладывай до завтра, этому завтра никогда нет конца. 99. Златоуст. 99. Отлагая до завтрашнего дня, или вернее сказать, до неизвестного времени исправления своей жизни, крестник как бы так рассуждает сам с собою. 99. Чтобы испорнуть из моего сердца страсть, я буду ожидать, пока она еще глубже пустит в нем свои корни. 99. Чтобы потушить огонь меня пожирающий, я подожду, пока он сделается неугасимым. 99. Чтобы избавиться от оков меня обременяющих, я помедлю, пока еще более увеличится их тяжесть. 99. Чтобы освободиться от зловонного ила грехов, в котором я задыхаюсь, я останусь им до тех пор, пока совершенно в нем. 99. Таким образом, Богу он посвящает свои неисполнимые желания, а во грехах проводит всю свою жизнь. 99. Всякий грешник, отлагающий свое обращение, как бы так говорит Богу, 99. Боже мой, я отказываю тебе в том, что теперь имею, что могу теперь сделать и что должен воздать тебе, но я приношу тебе то, чего у меня нет, и обещаю тебе то, чего я, может быть, никогда иметь не буду. 99. Более или менее, всякий думает спастись путем покаяния, но беда в том, что многие не хотят ближайшего спасения. 99. Смотри, чтоб покаяние не пришло тебе на мысль уже тогда, когда только одному отчаянию будет время и место, святой Исидор Пилосевод. 99. Я при смерти могу покаяться, говорит иной. Можно с таким покаянием и в ад пойти. 99. Надо б на опасаться, чтобы у немощного не было и покаяния немощное, а у умирающего мертвое. 99. Если только при смерти приносим покаяние, то можно сказать, что не мы оставляем грехи, но они оставляют нас. 100. Надо б на оставить прихоти, пока они нас не оставили. 100. Надо б на оставить суету, пока она нас не оставит. 100. Помни, что при смерти нет уже силы творить добро, если ты не творил добра во время жизни. 100. Как сомнительно спастись плотцам, когда они у жерла пучины. 100. Так сомнительно спасение для грешника, когда он во вратах или челюстях смерти. 100. Когда же мы будем лучше? 100. О, исправимся, пока есть время. 100. Если рыба, будучи еще в воде, проторгла сеть, в которую была завлечена, и пыла в глубину, то она спаслась. 100. Но если сеть и извлекли ее на сухой берег, тогда нет уже длиннее спасения. 100. Так и мы, доколе находимся в здешней жизни, да то ли имеем силу и возможность расторгнуть те узы, коими враг наш дьявол окоивает нас, и через покаяние свергнуть в себя бремя грехов, наследовать вечное спасение. 100. Но когда душа разлучится с телом и переступит на ту сторону гроба, как рыба на сухой берег, тогда уже нет длиннее спасения, ибо после смерти нет покаяния. 100. Должно делать пока день настоящей жизни. Есть. 100. А когда придет ночь, смерть, тогда никто не может делать. 100. В святое таинство покаяния есть купель, в которой грешник очищается для неба. 100. При крещении мы рождаемся водой и духом. 100. При покаянии мы возрождаемся слезами и духом. 100. В книге жизни нашей есть много страниц мрачных. Эти страницы должны быть омыты слезами покаяния. 100. Грех полагает на нас такое пятно, которого нельзя смыть тысячью источников, а только одними слезами и раскаянием. 100. Златоуст. 100. Кто хочет очистить себя от грехов, очищает их слезами. 100. Пост, почитая оружием, молитву стеною, слезы банию. 100. Нил Синайский. 100. Всякий грех совершается для наслаждения, и всякое прощение грехов получается через зло, страдания и печаль. 100. Грех входит услаждением, а изгоняется горечью. 100. Оскорбление Бога исцеляется скорбью по Богу. 100. Бог обыкновенно отвращается не столько грешащих, сколько тех, которые, учинив грех, не сокрушаются о нем. 100. А всем-то и более истинай, что не чувствуешь сокрушения о своих беззакониях. 100. Кто не плачет о грехах своих, тот будет плакать от наказания за грех. 100. Кто здесь не плачет о себе, тот будет вечно плакать там. 100. И так необходимо плакать или здесь добровольно, или там от мучений. 100. Восплачем, братья. Пусть очи наши проливают слезы, прежде нежели отойдем туда, где наши слезы будут сжечь наши тела. 100. Святой Макарий Великий. 100. Будем плакать по мере беззакония. Для глубокой раны должно быть внимательное и долгого врачевания. 100. Покаяния не должно быть меньше преступления. 100. Если кто здесь не родится свыше, тот пожалеет, для чего он вообще родился на этот свет. 100. Если кто впадет в какое-либо прегрешение и не будет печалиться по мере оного, то легко опять впадет в ту же сеть. 100. Плачь твой, да соответствуй грехам твоим. 100. Если падение твое невелико, то довольность тебя слезы. 100. Если же велико, должен быть поток слезный. 100. Если же ты чист, то дай взаим другому слезу твою и плачь о грехе брата. 100. Но если бы плакали мы и о своих только грехах, святой Иоанн постник. 100. Павел апостол три года плакал день и ночь, исправляя чужие недостатки. 100. А мы о своих не плачем. 100. Не только не оплакиваем содеянного, но еще умножаем то, что должно быть оплакиваемо. Григорий Двоеслов. 100. Блаженство постоянно оплакивает грехи свои. 100. Как после проливного дождя воздух делается чистым, так и по пролитию слез настает тишина и ясность, а мрак греховный исчезает. 100. Печаль, которая по Богу, 2 Коринфянам 7.10, есть путь к радости о Боге. 100. Нет ничего сладостней, как печаль по Богу, златоуст. 100. Печаль по Боге делает и полезнее радости мирской. 100. Как мирская радость бывает смешана с печалью, так слезы по Боге произвращают всегдашнюю и неувидающую радость он же. 100. Мир смотрит на кающегося с сожалением, насмешкой, отчасти с отвращением. 100. Но придет время и печаль, которая по Богу, обратится в радость. 100. А мир восплачется и возрыдает, но уже никогда не возрадуется. 100. Поспешим сеять слезы покаяния, чтобы пожать радость спасения. 100. Одно из главных действий покаяния есть исповедь. 100. После того, как грешник придет в себя, подобно блудному сыну, упоминаемому в евангельской притче, Лука 15.17, 100. Познает свои грехи, обратится к Богу с сердцем сокрушенным и смиренным, укорит, осудит, оплачет себя перед Ним, 100. Он должен исповедать, обнаружить свое греховное состояние перед священником, не утаивая от него ни одного греха. 100. Недовольный исповедовался перед Богом, надобный исповедовался также перед теми, которые получили от Бога власть исповедовать. 100. Блаженный Августин. Напасно многие смотрят на исповедь, как на тяжкое бремя, а некоторые вообще избегают ее. 100. В этом постановлении мы должны видеть бесконечную благость небесного царя к преступным подданным своим. Величие этой благости можно усматривать в следующем примере. 100. Представим, что человек из низкой доли призван будет ко двору могущественного монарха, осыпан несчетными благодеяниями и милостями его, и за все это заплатил своему государю жестокой неблагодарностью, нанесшей ему самое грубое оскорбление. 100. Разгневанный царь осудил виновенную на смертную казнь. 100. Приговор уже должен был совершиться. Преступник ожидал своей смерти. 100. Но вдруг является к нему постная царя и обещает ему от имени государя прощение, если он исполнит одно условие, а именно, если признается в своих преступлениях одному из министров царских, какого сам изберет себе. 100. Мало того, министра этого царя обязует никому не открывать поверенные ему тайны. 100. Уже ли условие это тяжело для преступника? 100. Представим при том, что благосердный царь за исполнение такой исповеди снова обещает принять преступника в милость свою и возвратить ему все прежние достоинства и почести. 100. Что может быть выше этой милости царской? 100. Только милость царя небесного выше ее и бесконечно выше. 100. Ибо, совершив грех, мы заслужим смерть не только временную, но и вечную. 100. И дабы избавиться от нескончаемых казней, бесконечная благость указывает не менее легкое для нас средство. 100. Это средство есть чистосердечная исповедь перед служителем церкви. 100. И она опять вводит нас в число чад божиих. 100. Некоторые возражают против исповеди. 100. Бог знает, что мы грешны. 100. И в чем грешны? К всему же исчислению грехов, за которые мы большей части принимаемся с неохотою. 100. Зачем между Богом и человеком стоит священник, присутствие которого только стесняет нас и мешает нашей откровенной исповеди? 100. Представьте себе, что вы оскорбили кого-нибудь, сознаете свою вину и ищете примирение. 100. Оскорбленный вами знает иногда, что вы раскаиваетесь в своей обиде, но все-таки не мириться с вами дотоле, доколе вы сами не придете к нему и не попросите прощения. 100. И Бог, конечно, знает все наши грехи, но ждет, когда мы раскаемся в них, исповеданных перед Ним, и попросим прощения. 100. В таком только случае Бог объявляет нам прощение грехов через священника. 100. Правда Божия не имеет нужды в нашем оправдании, но неправда наша должна быть обнажаема для нашего же от Бога оправдания. 100. Бог не покроет, если мы прежде не откроем. 100. Кто вскрывает свои грехи, тот не хочет с ними расстаться. 100. Не стыдись признаваться во грехах после того, как не постыдился предаваться им. 101. Стыдно грешить, а не исповедовать грехи. 101. Нужно краснеть делать ошибки, а не признаваться в них. 102. Исповедав свои грехи священнику и получив через него явное прощение грехов с самим Богом, решись твердо и старайся уже не повторять их никогда. 102. Ты примирился с Богом. Теперь живи в мире с Богом. 103. Покаемся не на день, в который очищаем свою совесть перед служителем алтаря, но на все последующее время жизни. 103. Благо исповедания и грехов, когда следует затем исправление. 104. На что пользу открывать врачу язву и не употреблять целительных средств, блаженный Августин? 104. Покаяние есть договор с Богом об исправлении жизни. 105. Покаяние имеет как бы два лица по выражению святого Григория Богослова. 105. Он взирает на прошедшее и будущее, на прошедшее и дабы оплакивать сделанные грехи, на будущее, чтобы не делать их уже более. 105. Говорящий, что он оплакивает согрешения свои. 10. И продолжающий подвергаться им, обманывает сам себя. 10. Насаждающий деревья опять исторгающий, не будет иметь плодов от своего насаждения. 10. Так и кающиеся, но опять согрешающие, не соберут плодов покаяния. 11. С поверхностно раскаившимся бывает то же, что с больными после превратного врачевания. 11. Болезнь ожесточается более и более. 11. Бог не оставляет нам грехов, когда мы сами их не оставляем. 12. Чтобы получить нам прощение от Бога, недовольно помолиться два или три дня. 12. Надо произвести перемену во всей жизни и, оставив порог, постоянно пребывать в добродетели. 12. Прощение грехов есть свобода от срастей, а кто от них не освободился благодатью, тот не получил еще прощения. 13. Самый верный знак, по которому всякий кающийся грешник может узнавать, действительно ли грехи его прощены от Бога, есть тот. 14. Когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произвольно согрешить перед Господом, святой Василий Великий. 15. Как может, вопрошает тоже святой Отец, известиться душа, что Бог простил ей грехи? 15. И отвечает, если увидеть себя в таком же расположении, какое имел сказавшее, неправду возьмем о видях и о мерзях. 15. Солом 118. 163. Молитвы, милостыни, посты, умершление плоти составляют только одежду христианского покаяния, а ненависть ко греху есть сущность его. 16. Покаяние есть война со грехом. 17. Кто в надежде на покаяние поползнется вторично совершить тот же грех, которым принес покаяние, тот лукаво поступает с Богом, святой Исаак Сирин. 18. Будем помнить жену Лотову. Зато только что озрелась на погибельные города, она превращена в столб соленый. 19. Какому же, думайте, наказанию подвергнемся мы, если, презрев милосердие Божие, исторгшее нас из бездны греховной, легкомысленно опять возвратимся в нее? 20. Чтобы сохранить себя от грехопадения после покаяния, старайся, особенно на первых порах, когда еще ты не окреп, нравственно, избегать встречи со грехом. 21. Удаляйся тех лиц и тех мест, какие могут дать тебе случай согрешить. 22. Тех мест, которые подают тебе случай к падениям, убегай, как бича, ибо когда мы не видим запрещенного плода, то не так сильно его и желаем, святой Иоанн Листичник. 23. Отчего малия египетская не воротилась из Иерусалима, где она раскаялась к своей прежней греховной жизни в Египет, а ушла в пустыню за Орданскую? 24. От того, что прежде чем дошла она до Египта, должна была бы встретиться с прежними предметами и едва ли устояла бы против имевших произойти от того возбуждений греха. 25. Так надо поступать и всякому. 26. Положив доброе намерение исправиться, надо отбросить все прежнее и назначить себе новые порядки и правила. 27. Этим порочные склонности и страсти стесняются и положатся как бы под гнет. 28. Как невозможно разучиться какому-нибудь языку или искусству, не перестав совершенно не только делать или говорить что-нибудь, относящееся к этому искусству, но и слушать говорящих. 29. И видеть делающих тоже надо наблюдать и в рассуждении всякого порока Василий Великий. 29. Полезно удаляться от причин ко греху. 30. Плодов ко греху. 31. Человек, находящийся близ плода ко греху, подобен стоящему у края глубокой ямы, и враг удобно ввергает его в нее, когда только захочет. 31. Удаленный же от повода ко греху, подобен стоящему вдоль и от ямы, когда враг повлечет его к яме, то он имеет время и возможность воспротивиться, воззвать к Богу, и Бог поможет ему. 31. Авва Пимен. 32. Спичка от чего разгорается? 33. От прикосновения и трения. 34. Так и наше грехолюбивое сердце при открытии случаев ко греху не может не пленяться. 35. Внушайтесь сколько угодно детяти, держащему в руках своих острое орудие, чтобы оно не сделало им себе какого-либо вреда. 36. Но если не лишите его этого орудия, то все наставления и все даже угрозы останутся тщетными. 37. Так и мы. 38. Если не будем удаляться причин греха и случаев ко греху, то кто поручится за нас, что и мы не будем им опять уязвлены? 39. Стопы и чудотворцы падают, как видим в историях. Чего уж ожидать тростям сокрушенным? 40. Тихон Задонский. 41. Если нет возможности удалиться от предметов соблазнительных, приготовь себя к ним ясным сознанием всей опасности их. 41. Это ослабить силу опасной встречи, если не совсем уничтожить ее. 42. Не позволяй сердцу вспоминать с наслаждением прошедшее, дабы не справилась в душу Твою похотение и не заставила ее возвратиться в Египет. 42. Блаженный Августин. 43. Грехов, содеянных прежде, не укрепляя в душе Твоей размышлением о них, чтобы они не возобновились в Тебе. 43. Будь уверен, что они прощены Тебе с того времени, как Ты предал себя Богу и покаянию. 44. В том не сомневайся, Антоний Великий. 45. Боясь впадать в те же грехи, которые милосердие Божие простило Тебе через таинство покаяния, но если по немощи и впадешь, то не приходи в отчаяние. 45. Если и тысячи раз согрешишь, но потом опять прибегнешь к покаянию, то снова очистишься от скверн и от соделанных Тобой беззаконий. 46. Светой Эфемсирин. 47. Брат спросил Аллу Пимена, отец, если человек впадет в какое-либо согрешение и потом снова обратится к добродетельной жизни, то будет ли прощено ему Богом согрешение его? 47. Старец отвечал, Бог заповедовал апостолу Петру прощать брату своему 70 раз по 7. 48. Он заповедовал человекам поступать так, тем более он сам так поступит. 48. Причащение. 49. О Таинстве Причащения, если размышлять пространно, то надо бы размышлять целую вечность. 49. Ибо это святейшее Таинство есть Верх Всемогущества, Премудрости и Любви Божией к нам. 50. Какое непостижимое чудо беспредельной Любви Божией открывается нам в Таинстве Причащения. 50. Бог при всем своем всемогуществе, говорит Божийный Августин, не мог бы дать нам ничего более, при всей своей премудрости не нашел бы ничего дать нам более. 51. При всем своем богатстве не имел бы ничего дать нам более. 52. Священодействие, за которым совершается Великое Таинство Причащения, называется Евхаристией, Благодарение. 53. Потому особенно, что здесь мы имеем побуждение более благодарить, нежели просить, ибо здесь более получаем, нежели просим, и даже не остается ничего совершенно, чего бы не даровал нам здесь Бог. 53. Если бы Бог по своей благости позволил человеку просить у него всего, чего только он не пожелал, и о чем он мог бы только себе вообразить, 54. Что и тогда осмелился ли бы человек, хотя только помыслить о том, что ему теперь предлагается в Таинстве Причащения? 55. Помысли, христианин, какой чести ты удостоен, какой он услаждаешься трапезою, на что стрепетом взирают ангелы и не смеют воззреть без страха по причине сияния отсюда исходящего, 55. Тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом и одной плотью со Христом. 55. Кто возглаголит силы Господней, слышно сотворит все хвалы Его? 55. Псалом 105.2. Златоуст. 56. Мариам за совершенство своих добродетелей избрана быть Матерью Божией, нося Спасителя во чреве Своем, вопияла в восторге благодарности. 56. Сотвори мне величие сильный! 57. Не имеет ли права подобным образом сказать о себе и христианин, отходя от святой трапезы Господней, 57. Когда душа Его, как говорит Тартулиан, бывает уточнена самим Богом? 57. Если кто сомневается и не веря и не имеет о святой божественной тайне, как хлеб сущий на трапезе прилагается в тело и вино в кровь Иисуса Христа, Сына Божия, 58. И бывает истинное тело и его истинная кровь в священном служении, литургии, 58. Тогда всякий православный христианин должен спросить Его, 59. Бог может ли что больше человека сотворить и выше разума Его? 59. И когда тот скажет, может, скажи ему, так ужели не может дать нам плоти Своей в пищу? 60. Как словом Господнем небеса утвердились, так тем же словом Бог применяет хлеб и вино, 61. В тело и кровь свою, Дмитрий Ростовский. 62. Чудо присуществления или приложение хлеба и вина в причистое тело и в причистое кровь Бога человека, совершаемое в таинстве причащения, 63. Не должно казаться для нас слишком непостижимым до степени невероятия, 63. Когда мы видим, как в нашем собственном теле обыкновенный хлеб обращается в плоть и обыкновенное вино в кровь, 64. Каким образом, спросишь, прославленное тело Спасителя, пребывая с душою, как учит Священное Писание, 64. Не одеснуя Бога Отца, и не будучи вездесущим, может находиться на каждом святом жертвеннике, 65. И с другой стороны, как его же тело и кровь, непрестанно раздаваемые, не подлежат умолению? 66. А как, возлюбленный, светит солнце? 67. Вездесуще ли оно? 68. Нет. 69. Оставляет ли оно когда-либо место свое на небе? 69. Никогда. 69. А между тем, свет и теплота от солнца везде, везде жизнь и радость. 70. Ибо вчера ли или с третьего дня начало светить солнце? 71. Нет. Со времени этого более 7 тысяч лет. 72. Однако же солнце нисколько не умаляется в своем круге, не истощается в своей силе. 72. Итак, вот можно сказать, с неба ответ на вопрос...